Приветствую вас и в первую очередь то, что вам нужно постараться понять, заключается в том, что мужчина сейчас, на данный момент, переживает, ну, скажем так, определенный кризис, определенное переосмысление своих задач, своих приоритетов, своих ценностей, своих идеалов, стремлений и так далее. И по этой причине его сейчас как-то перенаправлять на другие ориентиры, на другие моменты, на другие цели, да, вот не получится. Почему? Потому что человек определенный насыпался тем, что было у него до этого, насыпался тем, что было у него с вами. И именно потому, что произошло чувство насыщения, мужчина и увлекся другой женщиной. И да, это неприятно, больно, да, это, безусловно, очень плохо, это ужасно, но, тем не менее, это факт. И с этим фактом вам, ну, придется, придется мириться. Потому что выбора у вас, по сути, и нет. Вы не можете ничего изменить в этой ситуации. Вы не можете как бы на него повлиять. А мы-то уверены, что все слова, которые вы могли ему сказать, все слова, которые вы хотели сказать, они уже были сказаны. И это означает лишь одно. Это означает, что вам сейчас нужно выбор своего молодого человека, своего мужчины принять. Принять и понять. А что он, вообще говоря, в этой женщине нашел? Чем она лучше для него, чем быть? Ну, просто вот тут на радость этот момент для тебя уяснить, чем она лучше. Чем она лучше? По факту. Чем эта женщина лучше вас? И постарайтесь дать своему мужчине то, что ему не хватает. То, что ему нужно от нее, от этой женщины. Постарайтесь дать ему это. И вот на самом-то деле тогда, это будет первым шагом к тому, чтобы как-то начинать ситуацию исправлять. Ведь вы, по сути дела, вы не можете влиять на мужа, но можете смотреть, что ему нужно, и давать ему это. Человек не хочет бросать ваших детей. Он говорит, что детей не бросать. Точнее, какое чувство ответственности у него есть. Значит, полностью исчезать из вашей жизни он не забирается, а значит, что-то его держит. Мужчина, вполне вероятно, лишь только вам говорит о том, что у детей не бросать. Но в действительности, может быть, очень может быть, он просто не хочет терять вас. Вас не хочет терять в своей жизни, чтобы в случае, если с новой женщиной, которую он якобы полюбил, ничего не получится, он мог бы вернуться бы к вам вновь. И вы можете, конечно, этому не верить. Но и исключать этот факт, нет никаких причин. Нет причин думать, что ситуация не может быть такой. А значит, есть надежность. И вот теперь, когда вы одновременно стараетесь и желание мужчины понять, да, понять, что он, почему он ушел, и вместе с тем сами своей жизнью живете. То есть, ну, если взрослый человек сделал свой выбор, если взрослый человек принял такое решение, то вы же с этим подъемом ничего не можете, правильно? Правильно. Значит, вам остается только жить своей жизнью. И чем скоро вы покажете мужчине, что вы живете дальше, вы не отчаяливы, вы без него справляетесь, чем скоро вы покажете мужчине, что вы свободны, что вы двигаетесь вперед, несмотря ни на что, несмотря на его поступки, тем быстрее он увидит, что действительно может вас потерять совсем. И вот тогда, если он действительно увидит, что может вас потерять, и проявится его настоящая реакция, проявится его настоящее к вам отношение. Если он действительно любит вас, если он действительно как бы тепло относится к вам, но именно вот другая женщина для него была всего лишь увлечением, то думаю, он к вам вернется. А если нет, если он действительно вступит на себя влюбился и хочет быть с ней, то, соответственно, он принял решение искренне, и вам здесь уже, к сожалению, ничего не поделаться, то все это вы можете, длина его решения и жить дальше. по сути, больше у вас нет никаких вариантов. Далее, вы можете также ориентироваться и на свои определенные, ну, скажем так, на свои определенные взгляды, на свои определенные ценности, на свои определенные моральные установки. И если они, эти моральные установки, для вас, собственно говоря, создают такую ситуацию, при которой вы считаете для себя непозволительным терпеть подобные выходки супруга, если вы считаете, что супруг поступил ужасно, и он отгорбил и унизил вас, то, опять-таки, вы в своем праве относительно того, что вам делать. Вам не нужно ни ради чего себя ломать, вам не нужно ни ради чего переступать через себя, через свои ценности и так далее. В этой ситуации самое главное сохранить свое лицо, сохранить саму себя, сохранить свое самобытное, свое я, не потерять себя, не раствориться, например, в мужчине, не раствориться в обзоре, не позволить им смыть себя и свои взгляды, свои ценности. Мужчины детей не брать, это значит, что без поддержки как таковой вы не останетесь, а это уже хорошо. И вот исходя из таких направлений, а именно опять-ка желание мужчины и попытка дать ему то, что он нашел в этой женщине, принятие его выбора и выбор направления в собственной жизни вне зависимости от того, что делает мужчина, ориентация на свои ценности, на свои взгляды. вот эти три направления помогут вам придерживаться наиболее адекватного поведения в данной ситуации. Какое оно будет конкретно решать вам? Почему вам? Потому что исходя из вашего письма, исходя из того, что вы написали, исходя из той информации, которую вы предоставили, нельзя вам дать, к сожалению, более конкретной информации. Но если она вам также нужна, если вам нужны более конкретные рекомендации, то либо допишите дополнить свой вопрос, либо обратитесь к понравившемуся вам эксперту лично и проработайте с ним то, что вас беспокоит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует...